ДИВПЛАЙ Ещё взглянул на них. Он начал негромким голосом. Знаете, что я вам скажу? М? Идите-ка вы обе нахуй! В смысле? Прямо, сегодня с Виолой ночую. Упс. Вырвалось, вырвалось, как-то... С Виолой? Кхм. Ну, в смысле, в медпункте у меня с головой какие-то проблемы. Ты прав. У тебя и вправду с головой проблемы, раз ты такое сказал. Сука, что она имеет в виду? Ты о чём? Ты знаешь, о чём я. И я в силах рассказать обо всём этом. О чём? Да так. Голос подошёл и взял Алису за руку. Ты чё творишь? Да и о чём. Если ты расскажешь кому-то о том, что я спал с Виолой, я тебя так отпизжу. Алиса цепенела. Ну, я буду под защитой... Ты не сможешь. Под какой защитой? Ребята защитят меня. Тебе никто не поможет. Ты себя со стороны видела? Тебя все ненавидят. Алиса заплакала. Ты что-нибудь хорошее сделала для этого лагеря? Нет. Поступишь хорошо, если никому не скажешь. Наоборот. Что наоборот? Будет хорошо, если я расскажу всё вожатой. Никому хорошо не будет. Ладно, я никому не скажу. Хорошая девочка. Чё, ужин? Уже ужин? Да. Алиса до сих пор плакала. Да хорош ужиныть! К ним подошла Славя. Что у вас тут такое? Ничего, всё в норме. Так ведь, Алиса? Да. Сейчас ужин? Да. Окей. Голос пришёл на автобусную остановку. Эх, если бы ты знал, как мне тебя не хватает. Он медленно достал пачку космоса и вытащил оттуда одну штуку. Он достал жёлтый крикет и прикурил сигарету. У него в пачке осталось четыре штуки. Изрядно покашляв, он понял, как курить сигарету. Довольно-таки неплохо. Стоп, горн был уже. Я не должен отходить от образа. Учитывая, что семян любитель поесть, задерживаться нельзя. Голос быстренько докурил сигарету и пошёл в столовую. Он бегло окинул взглядом ребят, которые стояли там. Он не стал с ними контактировать и пошёл в столовую. Голос вошёл в столовую. Народу было уже много. Он безо всяких промедлений пошёл за пункт раздачи. Взяв еду на ужин, он побрёл за крайний столик, за которым постоянно сидел Семён. Почему-то он отодвинул поднос с едой, даже не рассматривая, что в нём. Он лишь взял стакан киселя и пил его. Вдруг к нему подошла... Славя. С серьёзным лицом. Что? Ничего не хочешь мне сказать? Нет. Алиса плачет, а когда слышит твоё имя, начинает плакать сильнее. Слишком влюбилась, наверное. Семён, не смешно. Я и не смеялся. Она сказала кое-что передать тебе, как увижу тебя. Что? Что сегодня на площади, а она всем скажет. Что? Что она скажет? Не знаю, она мне не говорила. Просто сказала, чтобы я сказала об этом тебе и вожатой. Твою ж мать. Вожатая уже сказала? Да. Твою ж мать! Ладно, я приду. Хорошо. Пиздос. Пиздос. Или не надо. И к чему? Я договорился заночевать у ней. Зачем я это сделал? Я же толком ничего не знаю о сексе. Как я буду делать то, чего не умею? Да, Семёна не хватает. С ним бы хоть посоветоваться можно было бы. Времени у меня не особо много. А почему Славя время не уточнила? Не должен же я наугад приходить. Из раздумий голоса выбила повариха. Голос оглянулся и обнаружил ночь за окном. Это ж сколько я тут просидел. Перед ним до сих пор стоял поднос нетронутой еды. Повариха выдворила его на улицу. Так, окей. Пора на площадь. Голос вдохнул в полные лёгкие и с уверенностью пошёл на площадь. На площади его ждала целая делегация. Воу, а чё вас так много? Алиса собрала нас всех тут. Для чего? Не знаю, сказала, что это важно. И по поводу тебя. Сейчас сразу знаем, что тут творится. Ну, ладно. Голос скивал Алисе в разные стороны, но ей было всё равно. Она стояла и плакала. Что такое Алиса? Я... я хотела бы... Она всхлипнула. Успокойся, вдохни в воздух и плавно выдохни. Потом выговорись. Алиса таки сделала. Я хотела бы... доложить на Семёна. По поводу... Я стала свидетелем того... Как... Она заплакала. Как Семён и Виола. Что Семён и Виола? Голос весь покраснел. От удивления он не мог вымолвить ничего. Ребята уже поняли в чём дело. А вожатая до сих пор тормозила. Ну, что там Семён и Виола? Алиса рыдала. Она не могла ничего сказать. Славя начала. Ольга Дмитриевна... Ммм... Она имела в виду, что Семён с Виолой... Ну... Вожатая всё поняла. Ты серьёзно? Алиса еле заметно кивнула. Скажи это. Повествование от лица Семёна. Ебать-ка-пать. Электроник знатно прихуел. Да Ольга Дмитриевна, он занимался этим с Виолой. Ну, а что было дальше, ты знаешь. Теперь понял, как всё было. Семён выкинул бычок и сказал. Ну ты, лошара, из-за ми... Тебя мне туда гнить придётся. Виола принесёт еды. Окей. Тогда посплю, пожалуй. И Семён отправился в сказочный мир сновидений. Не, ну ты в натуре заебал. Вдруг его сон кто-то прервал. Я его сейчас убью. Как он мог? Семён услышал знакомый голос. Ольга Дмитриевна, успокойтесь, мои книги ни в чём не виноваты. Книги? Так я у очкастый в библиотеке. Ольга Дмит... Ольга, перестань себя так вести. Я сама ему всё скажу. Чё скажет? И вдруг Семён услышал, что сверху него скрепнул деревянный люк. К нему спустилась виола. Плохие новости. Шо такое? Алиса повесилась. Продолжение следует. Ну, ничего так у голоса рот. Ну, а продолжим уже... По-моему, красным рутом его у меня просили или нет. Блять, надо будет... Точнее посмотреть, чё там просили, а то я уже не помню. Ну, короче, тоже просили в комментариях. Тем и продолжим. Ну, это уже будет в следующий раз. А сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!